У нас тут дома какие-то странные звуки. Офигеть. Ой, динозавры ходят. Что за звуки-то какие-то? Ты что, динозавр? Стой, стой. Ты вилцератор, что ли? Игра проиграна. Game over. Новая попытка. Подарочки готовятся, подарочки мутятся. Оля тут все это дело запаковывает. Вот такие вот красивые у нас понетоны. Кстати, ребят, не забывайте. Значит, сегодня что у нас? О, сегодня, значит, суббота, когда вы это смотрите. И мы сегодня в субботу вечером, часов 9 вечера, будем с Олей разыгрывать на стриме вот один такой Штолин. Вот он, короче. Один такой понетон. И плюс еще одну досочку мою. Вот, поэтому у нас будет такой совместный стрим. Приходите вечерком, увидимся, разыграемся. Потом с Деком одному из вас отправимся совершенно бесплатно. Давайте. До вечера. Да я сегодня завтрак у этой творожной массы. Но что-то она какая-то жиденькая прям. Но вкусная. И чаек. Так, сейчас соберемся. Поедем в Подмосковье по дороге кофей-кар в KFC куплю. Что, так давно кофе не пил. Во всяких там Магонский KFC и так далее. Мы уже собрались. Мне тоже говорили. Да, 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 давай. Парни, мази. Давай, давай. На дачу. Как всегда, вот так вот мы на дачу ездим. Багажник полный. Ну, тут же здесь новогодние всякие подарки и так далее. О, в Москве хоть немножко подрастаяло. Сейчас вообще, ты что такой? Я подалу головой. Иди, 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 иди. Еле завелась. Ужас какой. Так, на улице вообще 0 градусов, конечно, это вроде зима-не зима. Но... Привет. У нас в следующей неделе вообще... Новый год. О, пингвиненок из острого мечты. Так у меня еще на шарфе золотым. Ну, какой там? Во! Ну, конечно, всем острый мечты категорически всем советуем, который в Москве находится. Ладно, Тимаич, поехали. Сейчас мама у нас... Все, эти штулины, панеттоны все отправляются по России. Мы теперь доставка из ДЭК делаем. По Москве вообще за один день доставляют. Поэтому все это вкусности Олькины едят. А вы в субботу сегодня приходите на стрим. Вечером мы с Олькой его проведем. Где будем через Донечную, да, разыгрывать. Все Донечные Ольки пойдут. Как это? Пекарю, пекарке. Как это называется? Да, сиклос поделал. Я знаю. Все, давай, поехали. Плюс один. Погода. Все тает. Вот. У нас поездка на дачу, но... Уже как-то... С одной стороны непривычно, потому что... Сзади никто не сопит. Вот. При клинике тут обновляют. Все. Нет, делать красиво, конечно. Но будет прикольно, если бы не только вот так вот. Вот такие при клинике обновляли. Че тем? Зато хоть место освоил для рюкзаку. Че. Да, круто тем. Я понял. Вот. Еще прикольнее, если бы, конечно, не только поликлиники там обновляли. Вот, например, вот, когда бабушка умерла, я приехал там вот как раз там в морг, все дела. Вообще... Вообще никак не располагать. Тебе есть что-то нужно писать. Брови, просто на подоконнике. Хочешь на коленке, там пиши. Ну, короче, вот так вроде здесь красиво. А с другой стороны где-то какие-то там больницы и так далее. Там вообще некрасиво. Ну, надеюсь, когда-нибудь еще сделаю. Вот так вот. Погода скверная. Опять вот это вот. 50 оттенков серого. Ну, ладно, сейчас, надеюсь, приеду в свою подсобочку. А там... Там всегда подсветка. Там всегда хорошо. Что сегодня за день? Что сегодня за день? Конечно же, американо! Острые кружки брать не буду, нафиг. И вам, кто за мной ездит? Так, мы заехали на заправочку. Заправили на 2000 рублей бензина. И смотрите, кто за мной едет! Сейчас, я тебе еще покажу твою книжку, секунду. Так, давай сейчас. Оля пошла вот на нефть магистраль круассан миндальный покупать. Потому что я ее так и разрекламировал. Когда я ездил на открытие самой большой заправки в России, или как в Европе это называется, которая на МКАДе находится, вот. И там этот, значит, владелец, один из владельцев, наверное, очень прям хвалил миндальный круассан. Вот поэтому я Ольке прорекламировал. Сейчас пойдет купит, посмотрим. Олька себе купила... Тема, а можно я покажу? Да, держи. Давно хотела себе книжку Интерстеллар. Еще со мной ездит еще одна знаменитая игрушка. Зальчик. Под курткой твоей. А, понял. Вот, короче, Интерстеллар теперь у нас есть. Торчит. Димай, вон она. Все, видно. Все, отлично. Супер. Держи, Тёмич. Держи, игрушка. Держи. Что-то холодно на улице. Вообще. Ну, давай, Оля. Рекламу гурманики. На самом деле, я уже от себя, что-то думала, конечно, должна у Вилса. От Вилса Кома, что ли? Чего? Ну, просто здесь это... У Вилса был. Ну, покажи круассан. Мам, помоги. Помоги себе сам. Дайте круассан, мне нужно выяснить его. Какая-то Рождественская прям. Там очень классные какие-то женщины, дорогие. Ну, прикольно. Ладно, держи. Приятного аппетита. Еще он для чего. О, у тебя маффин, Тёмушка. Причем этот какой-нибудь, апельсиновый. Круто, все, поехали, короче. Открывай. Не могу. Я бы сам такую штуку съел. Ну, ладно, я себе бургер возьму в Бургер Кинге. Фиг с вами. Так, значит, смотрите, какой закуп. Картошечка в Бургер Кинге по дороге. Значит, у меня тут кофеек из Киевсим. А еще мы, короче, заехали и в Гурманнике. Ольга там себе купила ротчик прикольный. И этот, какой миндальный курассан, реально вообще прям кайфовый. Вот. Осталось еще только это, во вкусную точку заехать. Чем-нибудь там еще взять. Вот так. Ну, картоха реально вкусная. Вот едешь с такой по Броницам. И тут тебя справа поджидает Месси. На Польше, когда чемпионат мира по футболу был, вот, значит, сборная Аргентина где-то вот в Броницах. У них, типа, база была. И потом вот здесь вот нарисовали, как бы, на стене дома Леонелли. Вот так вот. Так, подарочки все. Храним вот здесь, наверху, на этом, в гараже. Потому что, чтоб Темка не увидел. Вот эта штука, представляете, тут, говорит, неделю назад, конечно, сломалась. Когда чистили снег, там, конечно, ремень у нее порвался. Ну, а наш это снегоуборщик. Хорошая машина. Ну, вот, видишь, полторы зимы и все, свалился. Сейчас уже все, приезжали его, починили. Потому что, что чистили, что не чистили. Ну, вы сами знаете, какие тут неделю назад снегопады у нас были. Вот, точнее, на этой неделе, воскресенье, там, понедельник. Не, ну, так-то все, понятное дело, чисто. Вон, бабушечка от снеговика осталась. Вон, видите, да. Тот, который мы неделю назад с темкой собирали. Замечательный. Здесь все, конечно, валится. As always. Сюда вот. Да. На улице дождь, кстати. Ну, прям настоящий дождь. Вот, там. Этот лед сметает. Прям на улице дождь идет. Настоящий. А здесь мы просто чистим, чтобы это можно было пройти. Так, что у нас тут? Так, здесь я все забрал. Окей. А, мы, кстати, заказали еще подсветку для этой. Для книжек. У нас такая была уже, Baseus. Но, Ольке нужна была вторая. Вот это прям советую. Хороший подсветчик. Сенсорная. Для тех, кто читает в темноте, будет вообще огонь. Интересно, зачем мы здесь вот это возим? Это, короче, чем там туалет. Мы приехали, все. Съездили по магазам. На улице идет замечательный дождь. Фу, на улице находиться невозможно. Соседний дом вроде построили. Вроде уже как купили. Я фиграю трассовера. Там даже живи. Новые соседи. Итак, Новый год в разгаре. Ну, как бы, он все ближется. Ближется и ближется. Вот это мне очень нравится. Каждый раз отмечаю, как Олька здесь организовал вот этот зимний сад. И реально, когда на улице снег, а здесь ты заходишь, здесь увлажнители работают всякие. Ты как это реально в саду. Очень круто. Так, а я сейчас пойду. Это называется «С детьми не соскучишься». Вы будете спрашивать, откуда у меня берется это, как позитив, вот, будто услуга. Потому что с таким не соскучишься. Ого, что это у меня тут это? Какой-то красный подсветок. Темич, можешь выйти, пожалуйста? И ты что-то меня включил? Что это с ней? Очень ярко. Короче, сейчас буду работать. Купил себя. Ладно, потом, короче. Так, кыш, давайте. Все. Папа пошел работать. Уходите, уходите. Все. Я у себя, конечно, в берлоге. Пришел. Закрылся изнутри. Тем, папа занят. Я работаю. Я, брат, сейчас нужно немножко с видосами поработать. Купил себе кулер воздушный. Буду делать даунгрейд своего компьютера в Москве. Короче, я что-то сетую на том, что... Я помню, что когда я его собирал, мне казалось, какая-то байда у меня произошла с коннектом водяного охлаждения. Возможно, там что-то каротит или что-то такое. Я пока не разбирал. Ну, короче, вот с этими контактами. И что-то там, что-то не то. Потому что здесь у меня корсат, здесь все нормально. А дома у меня аэрокул. И что-то там какой-то был косяк. В итоге, купил я себе продукт, почему-то не за такую цену, а за 3200. В онлайне заказал. Не знаю, может, в магазине это типа дешевле, но непонятно. Вот такой дипкуловский белый. Именно искал, без всяких RGB и так далее. Белый Тауэр. Вот, на i9-10900. Многие скажут, что рюк, а надо было трехсеркционную водянку брать. У меня три секции водянки не влезут. Сейчас стоит две секции. Я решил реально попробовать. Потому что у меня кучу ред... Я даже не знаю, хрен знает сколько. У меня никогда не было воздушного охлаждения. Я не думал, что там что-то будет, значит, мега супер, там, я не знаю, в плюс 10 градусов. Посмотрим. Вот, решил сам испытать удачу. Сокет мой. LGA 1200. С этим все нормально. Это я умею подбирать. Посмотрел по тестам, по мощности процессора, по теплоотводу. Это еще с запасом. То есть, даже на i9-10900 мне хватит. Далее. Чего? Вот с этим корпусом я что-то буду потом думать. Потому что мне вот этот корпус совершенно не нравится, как оказалось со временем. Потому что я вот здесь его использую уже без стекла. Потому что он горячий. Пипец вообще. Представляете, ну как можно было сделать такой корпус, когда вот здесь вот все закрыто. Здесь закрыто вообще плотно. У тебя единственный забор воздуха вот здесь вот. Вот видите, вот здесь просто в два пальца. Вот этот треугольник, это весь забор воздуха внутрь. При этом здесь внутри стоит раз-два-три кулера. Ну вот они типа, не знаю, отсюда будет видно, если подсвечиваться. Короче, три больших вертушки. Плюс бутербродом я тут еще поставил водянку. Она тоже всасывает. То есть здесь получается пять кулеров, они все сюда всасывают. Это нормально совершенно. Вот. Но при этом здесь, когда стоит стекло, выдув идет наверх. Вот здесь маленькое отверстие. И вот здесь сзади все. То есть он вдувает. Только вот в этом месте вообще полная хрень. Вот домашний, пока мне нравится, что у него полностью, конечно, передняя панель. Она вся открыта. И там везде идет забор воздуха. Но вот здесь вот работает нормально. Возможно, у меня с московским ПК еще блок питания надо будет мне проверить. Потому что блок питания у меня, конечно, хороший, корсаровский. Возможно, что-то не вывозит. Потому что у меня там все М2 слоты заняты. И, по-моему, еще, по-моему, три этих SSD-шки стоят отдельных, которые у Passat. Возможно, с этим проблемы. Вот. Короче, сейчас вот возьму после выходных вот этот ноутбук. Я буду на нем монтировать. И займусь полностью разбором, переборкой домашнего ПК. Потому что там какая-то проблема. Я не могу ее решить. Взял себе такой Hopfendorf. Пиво сейчас буду, короче, пятница работать. У меня тут вот деревенские такие греночки. И, конечно же, лейс рифленые с лобстером. Да. И пришли ко мне еще наушники за 200 рублей, которые я заказывал с Алиэкспресс. Давай я, кстати, прямо сейчас распакую. Я думаю, что это должна быть полная хрень. Прикинь, беспроводные наушники. Блин, что-то даже... Простите. В 35 лет не стоит уже. Камера не стоит. Не могу поставить. Ставлю, она падает. Короче, наушники с Алиэкспресса за 230 рублей. Прикиньте, себестоимость. О май гад, тут даже кейса нету. Это все выглядит вот так вот. Они шли ко мне очень долго. Прикинь, 230 рублей. Целые наушники. Даже кабель microUSB в комплекте. И даже сменные амбушюрки еще одни есть. Офигеть. Сенсорное управление. Ухау. То есть я удивлюсь, что они здесь вообще будут работать. Просто, блин, прикинь, 230 рублей. За два наушника со встроенными аккумуляторами. А, ну здесь, правда, да, получается. То есть не кейс, а чисто такая зарядная площадка для них. То есть зарядная площадка, вот, они от нее заряжаются. Интересная тема, ладно. Попробую потом, потому что они сейчас полностью разряжены. Поэтому как-то так. Я не знаю, взял чисто ради эксперимента. Потому что у меня был вопрос, что такое за наушники за 200 рублей. Вот. Ладно, все. На пять минут наговорил про компьютеры. Ну, конечно, такая вот тема. Мы сейчас с темничем будем играть в LEGO Duplo. И будем его совмещать с обычным LEGO. У нас тут, ну, вот, опять же, на улице вроде, так это, 0 градусов. Но вот эта батарея, она, типа, осторожнее, в дальней комнате не справляется. Здесь всякие штуки воли заливают там водичку, чтобы влажность была. Поэтому врубаем. Давай, сейчас будешь нас обогревать. Но вот это вот, конечно, вообще греется охренеть как. Ну, я вообще прям в шоке от того, что он такой зеркальный. Прям вообще кайф. Я тут, кстати, так это, с пимальчиком пришел играть. Поэтому сейчас будем, конечно, строить уровни из LEGO Duplo. И будем маленькими человечками. Кто-нибудь играл из вас этот LEGO Builders? На компьютере. Вот. Смысл тоже. То есть мы строим какие-то уровни, сдаем им, типа, задание, что нужно оттуда сюда пробраться. И какие-то детали им даем. Вот. И так ходим. Вот так вот. А Гарри Поттер у нас, ну, как я уже показывал, у нас и в Москве, и здесь все, короче, из Гарри Поттера все есть. А я, по-моему, я говорил, это мне, по-моему, Дед Мороз, когда я маленьким был ударил. Ну, это меня родители покупали. А, и вот такой еще. Тоже это космический аппарат. Но, правда, здесь почему-то бетономешалки из этого, из поезда приехали. А вот это. Ну, что-то вы, что-то уже тут, ну, настроили. Тёмнич, ладно, погнали. О, что мы с Тёмничем построили. Ничего себе. Да. Даже до сих пор играем еще в Лего Дупло. У нас более сложные проекты пошли. Ну, там, особенно, это утка, сидящая на, сидящая на туалете. Почему бы и нет? У нас тут вечерком с Тёмничем намечается хоккейная партия. И так, сейчас. Сразу не разберешься, подожди, сейчас. Да, Май! А, подожди, а где она? Пам, я себе самому себе в другом игроку очки. Я понимаю, давай. Не бей себе. Подожди, Май, ещё. Так, вот, вратарь наш. Нет, ты себе-то не сбивай. О, смотри. А, промазал. А у нас ужин. Ай-яй-яй. И Оля приготовила роллы. Фуня показывает такие кривые роллы. Да какие? Причем тут кривые роллы? Главное, что здесь просто лососили. Лососевый прям. Ууу. Прям, знаешь, так это. Это, пожалуйста, салфетчик. Это из лосиа. Жирненько по-домашнему. Потому что тебе не какие-то там ролики, в которые привозят, знаешь, там это, миллиметр там и красной рыбы. Во. Вот это, я понимаю, намотка. И у меня тут ещё и это такое. У меня бутер. Забыл. Серёдка, да. Да. О. А вот это, да. Вот это читерство. Ну, это должно было оказаться в середине. Вот это читерство. А вот эти прикольно. Нет, вообще, там большой кусок рыбы, просто она должна была оказаться в середине. А ещё, они уже просроченные, но острые перчики, хлопеньё, дядя Ваня. И ещё. Васаби. Ну, это вообще. Самое острое. Это ужас. Она прям в нос бьёт очень-очень. Так, может, поели. И тут, смотрите, мы, кстати, на Новый год. У меня здесь готовят из водки на стройку на рябине. И будем пить из такого, смотрите, даже, блин, не фужер, не бокал. Как это называется-то? Чё-то я, блин, забыл-то. Так, сейчас. Ладно. Пусть будет графин. Пусть будет графин. Прикольно такой. Я вот так нравлюсь. Новый год. И что-то как-то пустовато. Потому что мы вообще не можем ещё дальше привыкнуть. То, что я постоянно спускаюсь такой. О, как там, тюбан? Ага. Конечно. Да. Приходится как-то привыкать. И в Москве как-то пустына стала. Ладно, давай. Пока выключим. Вот здесь такая вечерняя атмосфера. Опа. С этим спаром. Конечно, как-то так. Да. Так красиво выглядит. Как бы я хотел уже вот эту вот штуку всё снять. Двухстронний скотч. Я что-то никак не мог найти время на это. Я вообще хочу вот это всё пересобрать. Нафиг. Ладно. Всё. Давайте на сегодня закончу. Пойду смонтирую всё. Нахрен. Пойду отдыхать. Сегодня пятница. Буду смотреть YouTube. Короче, смотреть стримы, донатить и так далее. Давайте. Сегодня Ирюха отдыхает. Пока. Давайте. До завтра. Ага. Наколол вас. Давайте. Пока.